Привет, это я и Касти. Новый сюжет и новый обзор микшера DJM800 от Pioner. Этот микшер очень часто встречается в ночных клубах, можно сказать, это стандарт микшера. Конечно, сейчас выпустили двухтысячный микшер, но сегодня в этом сюжете мы поговорим о 800. Очень хороший четырехканальный диджейский микшер. Я расскажу, основная цель это просто, чтобы опять-таки, если ты будешь играть где-то в клубе и будешь работать на этом микшере, а Данин никогда на нем не работал. Чтобы ты, посмотрев это видео, смог без проблем за одну-две минуты в клубе, ну то есть, чтобы ты когда пришел в клуб, ты уже не смотрел, а сколько кнопочек, сколько крутилочек, что тут жать, все светится, все мигает, он выглядит эффектно, куча крутилок, куча всего, кажется, блин. Без карты не разобрался, а на самом деле все очень просто, все очень логично и пульт очень продуманный, простой, как калькулятор. Хорошо, и сейчас я смещусь опять-таки, чтобы фокус был на пульте и поговорим отдельно о каждой крутилке. Это я, Рикастин, обзор, да, продолжаем. Вот, вот перед вами 800-й пульт, вот, и давайте поедем по часовой стрелке и вот так вот по кругу все обсудим, вернее я расскажу для чего каждая крутилка. Итак, это дырка для наушников, все просто. Это громкость, громкость звука в наушниках. Это интересная очень фишечка, что она делает, это баланс прослушки, так называемый. Обычно он стоит посередине, тут даже есть такое утопление посередине. Для чего он нужен? Ну, вот смотрите, вы, когда, допустим, прослушиваете трек, да, вот вы прослушаете на наушниках трек, выбираете трек, который будет играть следующим, да, вам нужно его хорошо слышать, вам, в принципе, не обязательно на наушниках слышать трек играющий. Тогда вы делаете этот, поворачиваете крутилку в сторону кью и вы слышите только звук прослушки, то есть звук прослушки канала, которая включается, вот эта кнопка кью, которая находится под каналом. Вот, если же вы, а когда вы, допустим, уже сводите, да, и, допустим, плохо слышите монитор, или хотите еще дополнительного контроля через наушники, то вам лучше вывести этот на мастер. Тогда вы слышите только прослушку мастера, вот она, где включается под мастером, и не слышите то, что у вас играет в канале, прослушка канала. Вот, но обычно оно стоит на середине, чтобы вы одинаково слышали и то, и другое. В принципе, если вам нужно слышать только мастер, вы можете включить только мастер и отключить прослушку канала. Если вам только нужна прослушка одного канала, включите себе прослушку одного канала в наушнике и не парьтесь. Вот. Дальше, вверху идет Fader Start. Ой, что такая штучка? Штучка, на самом деле, прикольная, но редко применяемая. Если взять, допустим, Fader Start 1 или Fader Start 2, то и подсоединить специальными проводами к этим каналам, к первому и второму каналу проигрыватели, то Fader Start дает возможность запускать проигрыватель с помощью кроссфейдера. Или фейдера, когда он выведен на максимум. То есть, вы берете, делаете так, и у вас начинает играть трек. Ну, приблизительно, это будет так. Ну, вот так, то есть. Ну, как бы, можно. Иногда это прикольно, когда там, для резких сводок. Или, если вы дергаете вверх кроссфейдер, то это будет звучать так. Ну, типа, как будто вы нажимаете Q с помощью фейдера или кроссфейдера. Поехали дальше. Здесь идут эффектики. Вот это, эффектики. И управление, они управляются вот этими, такими, как бы, цветометалик, крутилками под всеми частотами. Вот. Эффекты довольно интересные. Вот. Например, есть фильтр. Вот, с помощью него можно сводить, допустим, убирать не эквалайзером низких частот, а с помощью фильтра. Вот, есть. Есть крашер. Тоже звучит специфическое. Вот. Свит. И второй такой гармоник. Его задумка заключается в том, что если вы, допустим, играет один трек, и вам нужно свести с этим треком другой трек, но они по тональности не сходятся, то этим гармоником можно тонально... Как бы поменять. Ну, если честно, я никогда не пользовался. Я не знаю, кто им пользуется. Наверное, пользуются, раз вы сделали. Вот. Просто, наверное, как бы, ну... Если так не походит под тональность, я беру другую. Ну, можно разобраться, как и это. Как этой штукой тональности совмещать. Вот. Дальше. Микрофон. Микрофон. Здесь два входа для микрофона. Вот. Первый – экселерэшный. Вот. Второй – обыкновенный джековый. Вот. Есть тут эквалайзер для обоих... Ну, он сразу для двух микрофонов. То есть можно добавить, убавить, добавить высоких, убавить высоких, добавить низких. Он двухполосный здесь эквалайзер. Вот. Этот тумблерок, он включает микрофон. И у этого... У микрофона есть два режима. Первый – просто включен. И вы говорите, и слышно то, что вы говорите. Есть режим «Talk over». Интересный режим. То есть, когда вы начинаете говорить в микрофон, автоматически понижается громкость звучащей композиции. Вот. Просто «Гоп» понижается, ну, чтобы слышать такой, как бы, радиорежим. Вот. Вот тут, соответственно, черненькие крутилки – это громкости. Поехали дальше. Это эквалайзер. Вот эти черные, высокие, средние и низкие – это эквалайзер. Серенькая вверху, поменьше крутилка. Это громкость канала. С помощью нее вы делаете, чтобы все каналы звучались с одинаковой громкостью. Вот этот туглерок – это переключатель-переключатель входного сигнала. Вот. На один канал можно подключить два входных сигнала. Там, винил и CD. Или два линейных, допустим, плеер и CD-плеер. Там, iPhone и CD-плеер. Вот. Вот этот переключатель как раз переключает. Очень часто бывают курьезные ситуации, когда ребята, которые только начинают, все подключили, они жмут кнопки, все вроде проигрыватель играет, а звука нет. Вот. И они такие, сломалось. А ты приходишь, говоришь, не сломалось, а просто надо туглерок щелкнуть, и все у вас будет работать. Вот. Дальше. Тут четыре канала. На первом канале можно подсоединить CD и линейный вход, и на трех остальных линию и фоновый вход. Фоновый вход – это вход для винилового проигрывателя. Дальше. Вот. У нас здесь есть… Дальше идет – это громкость мастера. Громкость основного сигнала, который идет в эфир. Есть даже баланс. То есть баланс левого и правого канала. Вот. Под мастером. Кнопки Q, которые находятся под эквалайзером, это кнопки, которые включают прослушку канала. То есть, если вам надо отдельно канал один послушать, вы ее нажали, и вы слышите отдельный канал. Если два канала вместе, нажимаете две и слушаете два канала вместе. Нужно послушать мастер – нажимаете кнопку прослушки мастера. Все очень-очень-очень просто. Теперь. Под фейдерами. Под фейдерами есть такая штучка, как вот. Это тумблерок, который посылает, с помощью которого можно послать на концы кроссфейдера тот или иной канал. Ну, тут можно выбрать. Тут есть А и Б. И ИСРУ. То есть, СРУ – это не глагол, вот. А это просто, что идет сквозной сигнал. То есть, кроссфейдер не работает. Вот. А теперь, если я возьму и назначу, допустим, вот здесь тумблерок, переключу в сторону А, то тут у меня А, тут у меня Б. То есть, я, получается, этот канал послал на вот этот край кроссфейдера. Точно так же я могу сделать его на Б. И любой другой канал я могу, соответственно, послать на края кроссфейда. Теперь, вот этот тумблерок. Это, ой, это, как бы, кривая среза кроссфейдера. Есть резкая, плавная и очень плавная. Я пользуюсь только резкой, потому что я скрейчу. Вот. Что значит, что имеется в виду резкая? То есть, я когда только выдвигаю, чуть-чуть выдвинул кроссфейдер в сторону края А, и громкость звучит на свой максимум. То есть, я могу с помощью него вырезать, вырезать какие-то звуки. Если плавный, то громкость будет наращиваться плавно. Ну и супер плавный. Еще плавный. Еще плавнее. Ну, это может быть полезно. Вот эти плавные режимы. Плавные режимы могут быть полезны для тех, кто сводит на кроссфейдере. Ну, я мало таких людей встречал. Это, тут тоже есть тумблерок для фейдеров. То есть, какой кривая наращивание громкости, нарастание громкости. Тут есть три режима. Линейный, такой нелинейный и резкий. То есть, до середины у вас будет тихо, а потом громче. Ну, тут нарисован график. То есть, вы разберетесь, когда увидите. Теперь, бус, вот эта крутилка, это громкость мониторов. То есть, акустики, которая направлена на вас. Динамиков, активных мониторов, которые направлены на вас. То есть, вы же, когда играете в клубе, вы не ориентируетесь на тот звук, который слушают клаверя, который туда пришли тусить. Вот, у вас есть отдельные колонки, которые... На, 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 на. Так вот, если вы будете ориентироваться на тот звук, на основной звук, то вы-то слышите, вы стоите за колонками и слышите отраженный звук. Вам нужны мониторы, которые направлены на вас. Вот эта крутилка, она отвечает за громкость этих мониторов. Дальше. И самая интересная такая консоль, это консоль эффектов. Вот тут даже есть экран для этой консоли. Все очень просто, несмотря как может это на первое сложно показаться. Смотрите, вот у вас есть, вот этот первый, самый верхний, он выбирает вид эффекта. Эффектов тут хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и четырнадцать эффектов. Вот, то есть, ну, как бы показывать каждый как звучит нет смысла, просто, ну тут есть какие-то основные, там фильтр есть, фленджер есть, фейтер есть. Вот, эффектов куча, их нужно послушать, то есть, будете, 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 где-то, где-то, когда попадете на восьмисотный пульт, можете их просто прослушать. Чтобы использовать эти эффекты, лучше, лучше немного потренироваться, то есть, сходу придя в клуб, шпиль, ну, начинать валить эффекты, если вы ни разу этого не делали, ну, как бы, можете рискнуть, вот. Ну, хотя бы прослушайте, как эти эффекты звучат в наушниках, вот, прежде чем выводить в эффект. Вот, вторая, вторая крутилка, она, она посылает, она, как бы, с помощью нее вы выбираете, на какой канал посылать эффект. Вот, можно на первый канал, на второй канал, на третий канал, на четвертый канал, вот, первый, второй, третий, четвертый. Можно на микрофон, можно на, 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 на кроссфейдерный А, на кроссфейдерный Б и на мастер. Вот, супер. Теперь, вот эти вот регуляторы, да, допустим, если вам нужен, ну, допустим, у вас стоит эффект, эффект, эффект фильтр, так? Вот, то с помощью вот этих стрелочек вы выбираете длину действия этого эффекта. Вот, то есть, на, на, можно выбрать на 16 ударов, на 8 ударов, на 4 ударов, на 2 ударов, на 1 удар. И, и, и меньше, то есть. Эта кнопка, как вы уже успели заметить, она включает, выключает эффект. Когда эффект включен, она мигает, когда эффект выключен, она не мигает. Это степень, ну, то есть, глубина эффекта, так называемая. То есть, как, как сильно, как, как сильно этот эффект будет воздействовать. Тут, она очень хорошо, действие этого регулятора слышно на фленджере. Я, если честно, не слышу действия этой крутилки. У меня, не как по мне, так они одинаково звучат. Вот, ну, давайте на хорусе проверим. Ну, так-э, так-э. Ну, как бы, он глубину-то увеличивает, увеличивает. Вот. Эээ, дальше. Эээ, дальше, дальше, дальше. Вот эта кнопка, ээээ, аутотап. Что она делает? Эээ, она включает, эээ, режим, как бы, сканирования скорости. Вот у вас играет трек, да? Чтобы фильтр ложился синхронно темпу, эээ, вот, эээ, нужно, чтобы пульт расчехлил, с какой скоростью трек играет. Вот он может делать это в автоматическом режиме, когда нажата авто. Тут, тут, мягким шрифтом, на экранчике будет написано перед BPM-ом авто. Или же, если вы понимаете, что трек звучит хип-хоп, а показывает, что 180 ударов, тогда вы выключаете авто, и под каждый удар начинаете просто нажимать. И, учитывая ваше нажатие, то пульт рассчитывает, с какой скоростью действительно играет. Потому что вы это точнее знаете, вы на каждый удар реагируете, то есть нажимаете, и, вот, соответственно, сдаете скорость, какой будет фильтр, ну, не фильтр, а эффект, с какой скоростью эффект будет изменяться. Теперь, вот эта вот крутилка, она, с помощью нее можно, вот, если этой мы время действия эффекта уменьшали кратно, там, 1-4 ударов, 8 ударов, вот, то этой мы изменяем просто по одной миллисекунде, вот, то есть можно менять вручную, ну, например, давайте вот на фильтре. Вот, ну, то есть, такой прикольненький эффект пуканье получился, под дабстеп очень даже хорошо лег. Ну, в принципе, это все. Вот, это все, это все. Мы по всем кнопочкам пробежались. В следующем сюжете я покажу вот эту фронтальную страшную панель, может быть страшную, может для кого-то и нет, куда втыкаются все провода. Опять-таки, там все очень просто и логично, несмотря на то, что там куча всяких этих входов. Вот, и покажу вкратце, как подключить к этому пульту CD проигрывать или виниловый проигрывать, или куда что втыкать, для чего. Это был я, Рик Касти, и до новых встреч.